друзья всем привет это вторник а это значит что с нами на связи главный украинец в москве рома цыбалюк рома приветствуем тебя рады тебя видеть всем привет со вторником вас да скажи пожалуйста какая температура в москве потому что у нас минус 17 минус 16 но и мы так немножко подостыли должны тебе сказать по большому счету все то же самое и температурный режим аналогичный минус 16 минус 17 но я кто кажут вас на прида саджат и будем еще есть там такое продолжение обязательно надеемся уже в этом году посадки которые обещал нам владимир александрович зеленский действительно начнутся ну а что касается температуры политической в москве все кипит я так понимаю 120 градусов по цельсию не меньше говорим наверное сегодня о навальном и все что касается навального потому что это тема номер один но безусловно во всем мире и я продолжаю говорить о том что это важно также для украины не потому что мы болеем за навального наверное да потому что нужно понимать что происходит в самой большой страной в мире да с которым на самая длинная граница и все что происходит там непосредственно напрямую влияет на нас поэтому важно об этом знать важно об этом говорить а что еще важнее понимать поэтому друзья прямо сейчас начинаем это все обсуждать но перед этим мы призываем вас с ромой подписываться на наши каналы здесь мы называем вещи своими именами на канале рома и цимбалюка ну и мы не боимся быть свободными на канале свободный друзья пожалуйста подписывайтесь ставьте лайк напишите нам комментарий для нас важна ваша поддержка ну и наши телеграм-каналы 24 на 7 мы готовы с вами общаться напрямую и обсуждать все эти эфиры все наши темы ром тебе слово что происходило с навальным давай начнем с самого начала ты присутствовал в аэропорту внуково ну и потом что-то пошло не так рассказывай ну давай с самого начала дело в том что вот ты говоришь что много я с тобой полностью согласен и не разделяю мнение людей которые говорят у вас что вы все навальным забили весь эфир всем на фейсбук ленты и так далее дело в том что вообще-то это главная мировая новость и об этом пишут все западные здания но фактически от вашингтона до брюсселя и все что между ними поэтому ну не нужно закрывать глаза и делать вид что наш украинский огород и украинский хутор самый лучший он естественно самый лучший но исключать события которые вокруг нас не стоит тем более что касается навального тут все очень просто почему эта тема нам важна потому что если так случится хотя вряд ли что в россии начнется какая-то политическая жизнь какая-то политическая борьба что опять же вряд ли это будет означать что товарищи будут заняты на собой а не нами и вот даже с практической точки зрения кейс навального интересен теперь что касается прилета ну да в россии решили перефразировать пословицу вот эту известную с корабля на бал теперь у нас с борта самолета в матросскую тишину на где сейчас отдыхает на карантине алексей навальный вчера был суд должен тебе признать что вообще-то похоже нормально не отчасти прав и путин и компания как он его называет дедушка бункерный побаиваются его потому что объективно потенциал политически у него есть ведь то что они вчера замутили здесь судить человека в здании полиции без допуска прессы ну естественно прессы там russia today и по моему россии один мы не считаем ну такого даже в россии не было обычно людей в суд хотя бы привозят а тут прямо захерачили извините за приматурный в судебном этот судебный процесс выездной в отделении химки и объяснили это тем что у навального нет актуальной справки от отсутствия об отсутствии коронавирусной инфекции это при том что в зале там ну не знаю человек 23 все равно было но наверное только он потенциальный переносчик вот этой вот заразы так что что тут важно отметить что дальше будет потому что многие понятно вот эти вот всякие конспирологические версии они тут умножаться что он все равно агент кремля однако понимаешь ну что что за агент который сидит в матросской тишине я вот сейчас не помню дату по моему 2 или в начале февраля будет уже судебное заседание где будет рассмотрен рассмотрен вопрос о смене условного срока на реальный и тут важно как бы сразу вернуться что же за сроку навального четырнадцатом году известными знаменитым для нас навального судили условно по моему на три с половиной года по делу и фраше ну то есть дело липовая во-первых есть пч его назвала как бы неправосудным российская федерация выплатила компенсацию за это навальному что то есть как бы признала а тут получается что вот его будут судить именно по этому делу там якобы мошенничество ну понимаешь в деле когда нет даже пострадавших а человека осуждают ну мы же взрослые понимаем что это было сделано для того чтобы не допустить его до выборов потому что ну словно осужденные люди то есть принципе осужденные не могут избираться его брата кстати посадили он там отсидел несколько лет в колонии общего режима так вот вся эта история она фантастично в том плане что его сейчас закрыли на 30 суток что он нарушал условия условного суждения и не отмечался в полиции почему он ведь не отмечался потому что он заболел почему он заболел потому что его отравили почему его кто его отравил согласно его расследованиям это сделали сотрудники фсб но вишенка на торхите что отправил его в берлин в состоянии ком и дал разрешение путин но никого здесь это не интересует он я не знаю должен был наверно там телеграфировать как бы с потустороннего мира или как поэтому короче все видят что это стопроцентная расправа и мне кажется вот чтобы определиться агент кремля навальный или нет ну во первых если его реально закроют не сейчас как он сидит на турматровской тишине 30 суток а реально закроют на несколько лет ну наверное это говорит о том что слабоватенький какой слабовата эта версия насчет агента кремля а если нет тут тут важна его риторика если он будет транслировать тезис на тему что там не вводите против россии санкции и как бы продолжать играть роли единственного оппозиционера до обложенного судами и так далее и так далее но вот как бы его в чем обвиняют многие что он как бы слил этот протест который зарелый в одиннадцатом и двенадцатом году ну по моему просто эта история значит она тут возможно несколько версий одновременно но так как ставки на высоки власть в россии никто не отдает за это убивают поэтому несколько сценариев они могут играться одновременно и выход будет то есть результат всего этот который ну предугадать сейчас очень сложно но главное а в кремле нервничают по этому поводу то есть это главная тема они же знаешь как они тут фактически по моему делают все условия для того чтобы тему эту перевести в такой в такой но чтобы навальный стал главным главной темой переговоров россии и запада то есть не украина ну украина уже отходит как бы донбасс грабят продолжать никто им помешать не может но вот это абсолютно сознательное действие вчера лавров очень много на эту тему говорил говорил что это дело искусственное они такие тут прикольные не говорят ну подождите ну докажите нам что его отравили новичком ну хорошо хочется то есть как бы вопрос отравления ставится под сомнение но если это так а самолет то чего прилетал за навальным в коме ну как ты думаешь и чтобы ты понимал весь сюр этой ситуации тот же лавров он сравнивает обвинения в отравлении навального смешательством в американские выборы смешательством с с отравлением скрипалей на великобритании и с атакой на малазийский боинг понимаешь тут они говорят что это все брехня но с малазийским там боингом расследование очень крутое проведено и там же не уши там просто вся россия замазана в этом в этом жутком преступлении но они стесняются то есть мы делаем вывод в том что раз малазийский боинг доказан то и все остальные будут доказаны деяния в том числе ох сколько ты рассказал но я хотел бы сейчас мы перейдем к тому что происходило во внуково да и потом там был тоже ряд событий там был омон там были массовые задержания сколько нам известно мы также постили в телеграм-канале новости оттуда я знаю что ты там был вот я хотел об этом сейчас расспросить но перед этим раз уж ты застронул там несколько слов хотел бы сказать по поводу его причастности или не причастности кремлю да ну у кремля много башен и когда говорят я так понимаю люди некоторые о его причастности кремлю подразумевается каким-то кланом возможно а не к саму владимиру владимировичу что он подыгрывает конкретно ему да возможно он там сотрудничать с несколькими кланами или несколькими башнями да потому что та информация которую он выдает и те расследования которые он делает мы же все прекрасно понимаем что они значит эта информация не общедоступная а она очень узкая и доступна только во многом специальным службам поэтому откуда он это берет мы как с тобой опытные журналиста прекрасно понимаем что ты думаешь по этому поводу понимаешь мир так устроен в любой стране что оппозиционеры и вас они все даже общаются то есть это какая-то не публичная сфера и но и перетоки информации всегда набывают все обычно интересуются друг другом ну а чтобы чтобы что-то узнать надо с кем-то поговорить поэтому я тут как бы не вижу каких-то это не зарада и не перемога это естественный политический процесс но тут речь идет о том что он это делает системно методично и очень точно если посмотреть о людях про которых он делает это в принципе тоже очень похоже на один какой-то там системный методичный вектор так то она так но в данном конкретном случае он же претендует на что он покушается на самое главное самое святое на верховную власть то есть если он атакует президента то значит это уже знаешь как башен то много понятно там финансовые группы лоббистские но политические решения такие они все равно в данном случае принимаются одним человеком и если какая-то группа и царь почувствует что кто-то из подчиненных очень жестко под него копает они естественно с этой башней расправиться как с донецким аэропортом поэтому я вижу это именно в таком ключе да ну и еще хотел бы сказать по поводу этого что в принципе ну навальный ты человек который вождь и который имеет такую я бы сказал патологическую жажду власти да поэтому заплатить пару лет или год даже тюрьмы я же не думаю что его посадят как ходорковского на 15 лет например на я думаю что это очень малая цена для таких целей да и если мы говорим о том что это спланированная акция ну после этого ни у кого не должно быть сомнений что навальный это самостоятельный игрок который не имеет ничего общего с властью да но я думаю что вот в таких играх за такое сокровище и за такой приз как верховная власть там шапка мономаха если угодно на заплатить год тюрьмы для таких людей для такого размена это вполне приемлемая цена нет а кто а кто тебе сказал что он эту верховную власть получит никаких для этого предпосылок на сегодняшний день нет ты говоришь год или два или даже игра это повышение ставок послушай послушай на повышение ставок но нет то что у него определенное мужество алексея анатольевича есть это не признавать ну как мне кажется не признавать очевидное но вот значит если в кремле сказали что он сотрудничает сыру гляди гляди будет новое дело сейчас уже есть новое дело следственного комитета то есть вот эта история про которую я говорил и в раше там вроде срок небольшой относительно но есть другие но и всегда можно обвинить его в предательстве родины а это уже 20 лет тюрьмы поэтому это опасно ну то есть как раз вот мысль моя в том что ничего не предначертано это не значит что если его сейчас посадят он отсидит а потом его на толпа благородных сторонников вынесет из тюрьмы и занесет в кремль ничего подобного у нас же кстати вот были истории там некоторые у нас бывшие премьер-министры за газовые соглашения сидели в тюрьме и их действительно толпа вывела фактически во время майдана из тюрьмы но верховная власть я бы хотел напомнить что некоторые из этих премьер-министров сделали это сознательно и пошли для того чтобы толпа их вынесла потом на майдан правда но гарантии того что именно они станут главными гетьманами никто не дает в россии точно такая же история а в плане тут понимаешь я вот иллюзии в отношении как бы смены власти в россии не испытываю в каком плане что если это произойдет когда-нибудь и путин уйдет на пенсию или улетит на на марс вместе с салоном маском на его красивом корабле то все равно российский интерес вот этот который они сейчас транслируются он никуда не уйдет возможно они там откажутся там отведение боевых действий что уже очень и очень много возможно они там уйдут с донбасса что не факт но все равно власть кто бы не был у руля она все равно переформатироваться таким образом чтобы нас продолжать кошмарить и видос который запостили в самолете юля и алексе навального мальчик водочки принеси мне мы домой летим это же ну просто мега шовинистическое кино это но как бы икона икона вот этого русского превосходства там же масса других фраз там и про людей про крым ну про людей с и стран средней азии кавказа потому что в трамвае этот я не буду повторять монолог ну естественно про крым вы нам еще за севастополь ответить поэтому это понимаешь это говорит о чем это говорит о менталитете человека а вождирские качества и уж тут все обвиняют что вот он захватил эту оппозиционную поляну это тоже вот такой интересный момент что его обвиняют что он никого не пускает в эту оппозицию которой на самом-то деле нет таком классическом понимании может так выборах мы их не допускают они играют какую-то игру умное голосование чтобы не прошли представители единой россии а прошли какие-то другие нацисты именно нацисты русские ну то есть как бы логики в этом немного а я вот вспоминаю такой разговор когда-то с одним политтехнологом который работала ну и работает сейчас на администрацию президента россии и он консультировал там кпрф и лдпр в региональные называются думы там камчатка еще там что-то в общем далеко от москвы я у него спрашиваю типа слушай а чего так это нервничать и по этому поводу но вот все равно это же партии перечисленные даже справедливо россии это уже все просто отделение отделение ядра в смысле единой россии с общим центром управления в кремле а он говорит говорит что так то но так что состоянием дел на сейчас они все полностью подконтрольны но в кремле прекрасно понимают что если вот верховная власть начинает шататься то все вот эти вот партийные проекты кпрф лдпр они сразу начнут играть свою игру ну вот и поэтому они их тут всех мочат и в данном случае вот возвращаемся к навальному а в связи с тем что потенциал у у него политический есть у него есть сторонники есть политическая структура то он поэтому как бы логично что их лидера они сейчас будут всячески пытаться закатать ну логично если размышлять то должно закончиться тем что вот он должен быть под постоянным домашним арестом или еще каким-то арестом то есть не в тюрьме но без возможности вести политическую деятельность но последние события вот эти 30 суток говорят что вполне возможно что могут и закатать его закатать в тюрьму сейчас мои друзья перейдем все-таки к внукова да но перед этим я не могу не реагировать на то что ты говоришь и в том числе вот этот символ наверное двухтысячных нужно правильно сказать я говорю про бодрова я говорю про героев я говорю про этот фильм да где фильм про два да 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 где вот культе идет культивация до определенной там справедливости или там культивация определенных героев россии да какие-то вот ориентиры тоже абсолютно культовая для российской культуры если можно так сказать культуры да я не имею ввиду там эрмитаж или что-то вот такое да слушай смысл этого фильма что русские с помощью пистолета автомата ну как мы уже понимаем справедливости которые и да и и бука в том числе добиваются справедливости вот у справедливость их такая что все главный герой по сути бандит не просто бандит который он просто убивает всех подряд налево и направо вот для того чтобы добиться вот этой вот русской справедливости потому что русских силу обижают унижают и весь этот набор бреда то есть послушай это же для кого это видео зачем она навальный там семья навальных это записала и для кого этот месседж был в конечном итоге отдалек от мысли что он был на внешне на какое-то использование может это ну просто глупая знаешь неудачная шутка слушай в кратах на фраза крылатая в россии она ложится на подготовленный грунт мы же все-таки смотрим на эту ситуацию с точки зрения украины так просто выводы какие мы делаем из этого что не нужно обнадеживать себя что вот навальный придет путина накажут как бы крым вернут войну прекратят ничего подобного еще раз интересы российского государства никуда не денутся а эта страна ну у нее интересы везде да не так как раньше но что касается своих соседей они жизнь будут портить опять же извини такую ремарочку вспомнил мне тут был диалог один в тринадцатом году перед тем как вильнюсе был вот этот саммит по ассоциации я спрашиваю у человека он сейчас тоже во власти очень известный я говорю а что дальше вот мы сейчас подпишем ассоциацию все к этому шло то есть мы знаем чем закончилось но тогда именно шло именно к этому а он мне говорит что даже подписание соглашения украины с об ассоциации для нас не является таким условием что нельзя откатать назад и вот эта вот тема это говорит о том что даже если мы где-то там там продвинулись там ближе к над они все равно будут постоянно быть вот эти вот ребята будут страдать по поводу русскоязычного языка кстати этому мовни патрули не приходили еще камни ну еще но я же не сфера значит услуг публичных вот ну вот это радует но я к тому что россия как мне видится при любом правителе они все равно будут давить на эти точки то есть в той или иной мере короче расслабляться не стоит армия дипломатия и военно-политические союзы и это все основывается на экономике вот если вот эта простая схема будет реализована то вот эти вот все вы ответите нам за севастополь она просто будет звучать по-другому другой обратной стороны должны сказать кстати да друзья прямо сейчас мы наконец-то переходим к внуково но перед этим мы с ромой призываем вас подписываться на наши каналы мы называем вещи своими именами обратите внимание на канале ромы цембалюка ну и не боимся быть свободными говорить об этом всем на канале свободной друзья поставьте нам лайк напишите комментарий и поделитесь этим видео подпишитесь на наши каналы для нас важна ваша поддержка да ну и давай поговорим о том что все таки происходило во внуково ты там был значит звучали слова фашисты это меня это меня очень порадовало ну понятно что встреча навального превратилась в спецоперацию российской власти то есть они показали всему миру да что навальный действительно политик федерального масштаба хоть и в тюрьме сейчас но тем не менее потому что я в своих включениях на плюсах делал такую использовал такую словесную конструкцию что навального россия признала вип пассажиром и вип человеком потому что ради него заблокировали фактически работу внуково никого туда не пускали ну то есть обычно что такое аэропорт ты можешь прийти туда пройти все меры безопасности пойти встречать человека кто тебе может запретить в нормальных странах это так там же они начали пускать только тех у кого есть билеты на вылет и масса народа просто которые приехали по своим делам своих близких встречать они туда зайти не могли уже что билетов у них тоже нет ну и перед рамками безопасности на вход в аэропорт в россии это обязательная норма столпилась просто когда было безумное столпотворение сотни людей камеры журналисты короче все смешалось и ближе к прилету самолета бойцы омона просто начали всех там херачить и выгонять на улицу где тогда было между прочим минус 23 а как пишет этот гидрометцентр ощущалось как минус 29 и это здорово есть этот фрагментик видео на фейсбуке у меня когда народ начал омоновцев российских называть фашистами и это понимаешь фашисты это же уже не те фашисты которые были до 45 года это типа современные фашисты и нужно признать что на российская пропаганда она все-таки откладывается в российских головах они используют именно эту конструкцию то есть это же царь для советского российского человека называть мента фашистом но это просто что-то такое таки вот думаю когда они уже начнут понимать что настоящая хунта точно не в киеве что нет никакой хунты зеленского и не было никакой хунты порошенко но хунта есть если оперировать этим термином и очевидно в москве так а пострадавших много нам известно о том что сми было запрещено работать в принципе там да были была задержана любовь сополь восходящая звезда российской оппозиции был задержан возможно возможно восходящая звезда нет бы их потом всех отпустили но все-таки пока не тридцать седьмой год там несколько десятков человек задержали потому что кто-то с флагами приходил кто-то с плакатами причем задерживались флагами россии в том числе ну понятно они объявили это несанкционированная акция российское законодательство в этом оно прекрасно встречать человека в аэропорту это несанкционированная акция и это ноу-хау для россии это понимаешь это же такой же прикол как судить человека в отделении полиции поэтому здорово там мне вот больше всего позабавил твит на страничке аэропорта внуково где они сравнили прилет навального со встречей самолетов немецких в сорок первом году в сорок первом году немецкие самолеты забивали потому что они бомбы сбрасывали а тут а тут навального не сбросили плюс самолет на российской авиакомпании плюс победа короче внуково облажались по полной они не смогли встретить победу они же говорили что мы можем встретить достойно как бы вас как сорок первом самолет не сбили и вообще он улетел в другой аэропорт и это опять же говорит о том что навальный вип-персона не вот ради тебя и меня вряд ли бы по желанию кого-то поменяли жуляны на борисполь или наоборот потому что кому-то так удобней такая вот история а поменяли потому что было скопление очень большое людей сколько по твоим оценкам было людей я не знаю но я бы говорил о сотнях очень сложно сказать понимаешь это же предоарапортовая территория она очень большая и там кто-то прилетает кто-то улетает но несколько сотен точно то есть и журналюг было тоже очень много вот и знаешь сам факт того что они испугались и отвезли его в другой аэропорт где не было его сторонников она ну а многом говорит потому что я сомневаюсь что люди которые были во внуково они были готовы штурмовать аэропорт чтобы своего лидера оттуда забрать нет они все стояли как бы как обычно кричали там что там раз-два-три путину уходим и здесь власть на морозе минус 23 здесь власть вот поэтому этот как раз к тому что я не вижу я вижу вот это какое-то недовольство растет но чтобы там навального за навального кто-то впрягался и рисковал жизнью здоровьем и свободой ну я не уверен вот сейчас они анонсируют что будут массовые протесты в поддержку навального что-то мне подсказывают что массовых не будет когда его отравили сколько людей вышло никто не вышел когда выяснилось что новичок ну один человек вышел с синими трусами к фейсб и его задержали то есть нету вот этого понимаешь вот этой критической массы а когда она возникнет большой вопрос кого она вынесет наверх тут же тоже есть свои парасюки и люди которые при определенном стечении обстоятельств становятся такими что ли проведниками истории хотя себя могут какого-то ничего гениального не представляет но вот так вот складываются обстоятельства и там кто-то сказал давай долой янукович или тут долой путина и все понеслась но дальше сравнивать не имеет смысла потому что по моему вообще-то какая-то разводка кремлевская на тему что вот путин устал путин скоро уйдет я не вижу этого плюс даже до двадцать четвертого года еще очень и очень много времени ну и давай перейдем к завершающему такому блогу поговорим что говорят о чем говорят федеральные каналы главные пропагандоны как промывают мозги российскому обывателю гражданину в этот раз знаешь я буду откровенен что вот квалифицированного ответа у меня сейчас нет потому что мы с этим навальным носились постоянно и у меня не было на времени послушать но понятно навального они не выносят в федеральных шоу в главную тему то есть это же ну как бы закон пропаганды если кремль не называет его по имени из российских представителей слова навальный произносит только лавров без каких-либо стеснений все остальные там гражданин там тот гражданин блогер или берлинский пациент из того что я слышал украина она осталась как бы льют какие-то эти помои бесконечные на нас хотя нальют его не для того чтобы нас оскорбить потому что нам похер простите за прямоту а для того чтобы изменить фокус общественного внимания но это уже не работает просто не работает знаешь вот эти вот бредни как бы тут некоторые пророссийские партии почему некоторые назовем их по имени между своими именами все называем по позаже они тут скачут вот вакцина спутник 5 как бы получается что говорят о том что вот нужно поставить спутник 5 на донбасс чтобы там русским помочь а что эти русские получили которые там остались хотя там украинцы живут ну что они от россии получили вот такой вот болт это касается во всех отношениях не только вакцины экономики свободы и так далее вот этот акцент никуда не делся то есть украинский фактор они продолжают эту тему переливать и я вот думаю в конец прошлого года закончился фразой вечернего помета тем что пошли вон украинцы с русскоязычных регионов то есть не только крым и донбасс а вот эта фраза пошли вон она мне кажется заслуживает внимания и понимаешь смотрим опять же на донбасс кому они сказали пошли вон да фактически всем независимо от политических взглядов это подвожу к тому что свою страну нужно беречь даже если у тебя неправильная челюсть это не умеешь говорить на украинском языке хотя я не знаю как там прожив 30 лет стране по-моему это очень человек или дебил или он принципиально этого не хочет так вот даже у тех у кого челюсть неправильный этот челюстной аппарат вот эти вот поляныця не может людина сказать не может поляныця полуныця лучше страдать от насильственной украинизации это я цитирую марию захарова чем страдать от российских бомб я вот прям специально обращаю внимание рома именно твоих подписчиков подписчиков канала где мы называем вещи своими именами поляныця виде как я прекрасно можно разговаривать украинскую щирую соловьи ную новую поляныця поляныця рома спасибо тебе огромное за этот прекрасный день за этот прекрасный выпуск друзья главный украинец в москве рома цимбалюк канал рома цимбалюка где мы называем вещи своими именами канал свободный мы не боимся быть свободными призываем и вас не боятся подписывайтесь на наши каналы поставьте нам лайк напишите комментарии для нас важна ваша поддержка друзья ну и конечно же телеграм-каналы 24 на 7 мы хотим общаться с вами напрямую ром тебе отличного дня в москве будь осторожен ну и до встречи на следующей неделе пока пока